В общем, мы путешествуем по Белоруссии, и сейчас мы в торговом центре Манежи. Все, кто в Белоруссии и знает этот торговый центр, всем привет! Блин, увидела, гляньте, какие черепа это эти, копилочки идут. Но я уже давно не увлекаюсь черепами. Вот я когда бы увлекалась, я бы себе набрала. Сейчас уже не увлекаюсь. Так что останутся они здесь до следующего раза. А вы видели когда-нибудь маленького манипулятора? Что ты, Маша, хочешь? Туда пойти. Там есть горки в Москве, мама мне туда ходила. Я сразу вспомнила, когда вот эти горки увидела. А смотри, мы сейчас погуляем 20 минут и домой, а здесь на час надо покупать. Ну, пожалуйста. 20 минут? Только зря деньги выкидывать. Может, в другой раз ходим, когда долго будем гулять? Ну, а вообще-то меня мама водила в Москву. Там мы катались тоже так. Сколько? И что, и ты никак не пойдешь на уступки взрослым никак? Ты будешь стоять на своем. И ты не успокоишься, пока тебя не пустят в этот вот детский рай. Ты манипулятор маленький? Да, и мне, папа, на бережку. Ты давай. Ну, беги. Спит в этот колясочку. Мы его посадили, и он у нас спит. Спит. Ну и, в общем-то, вы знаете, что мне решили дать попробовать? Маша уже знает вот эту тему. А я впервые вижу. Вы видели когда-нибудь вот такие трубочки разноцветные? Я видела, я уже пробовала. Я видела, что ты пила, я тоже хочу попробовать. А какая-то... Но вот это не пила. Карамельку не пила? Да. Ну-ка, давай, ты будешь карамельку, бери. А ты? Это шоколад. Я тебе... Да. Короче, берете стакан молока. Мы его оба будем пить. Давай. И мы пьем. Ммм. Вау, как вкусно. Что я говорила? Что-то мало молока нам. Офигеть, тебе вкусно? Да. Давай чум налием. Блин, какие штуки, девчонки и мальчишки. Кто пробовал, детка мне покупала? Я пробовала. Слушай, а это вы здесь покупали или у нас тоже продаются? Офигеть, первый раз вижу трубочек. Так вкусно. На мало. Ну все, засосали в раз. Ммм, мм. Короче, такие трубочки. И вот пьется молочко шоколадное. Давай. Давай, давай, давай. А еще я хочу вот еще малинку попробовать. А ну-ка. Все, все, все. Мам, не надо. Ммм. Да что-то другое. Да, дай карамель твою попробую. Дай селенью попробовать, Маша. Ой, карамелька прикольная. Мадя уже попробовала. Селена. Это селена. Селена. О! О, я придумала. Нас так. Ух ты. Сразу три. Блин, они реально такие сладкие. Ну и как тебе, Маш? Маш, дай я тоже попробую твои трубочки. Я тебе молоко подожду. Мы, короче, родня, мы можем, да, с одних трубочек пить. Все нормально. Не волнуйтесь. Ну, а раз, так и... Как ты была из них, я не могу сосать все. Это нелегко, Надя. Я не могу. Селена. Селена. Слой. Я не могу. У меня не усасывается. Пока мама отвернулась, Машка достала все трубочки, да? Как ты пьешь так? Короче, шоколад, малина, ванилька. Короче, все классные. Карамелька не особо мне понравилась. А тебе так и твои любимые, Маш? Я. Короче, вот такую тему я нашла. Все, закуплюсь, потом видео еще покажу оденьше. Смотрите. А мы еще сегодня снимали видео для Маши, да? Надеюсь, все получится. Будешь блогером. В общем, занят ребенок. Ну и вот, сегодня был у нас большой день, в общем-то. И Маша кое-что хочет вам сказать перед тем, как я отойду ко сну. Давай, Машуля, говори. Вот сюда, смотри, вот здесь все зрители мои. Вот они. Говори. Ну что ты? Что ты сделала? Что? Что? Я хочу сказать, что я сделала первое видео. Заходите в гости, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылку я оставлю внизу. Канал называется? Канал называется Вашу-ля-ля. Вот так, поняли? Ну и вот мы приехали на вокзал. Я уже успела поспать. Смотрите, вот это, говорят, что это знаменитое. Башни две. А вот вокзал. Вообще, я слышала, что, короче, тут суперский какой-то вокзал. Чуть ли не один из лучших вокзалов в Европе. Чего? Привет. Привет. Сейчас зайдем, посмотрим. Ну, я покажу, что здесь. Я первый раз на вокзале. В таком. Вот зашли. Первое, на что обратила внимание, конечно же, не я. Потому что я невнимательная. Что здесь нет ни одного детектора. Вот как у нас проходишь на вокзалах, нас осматривают. Все, вот, свободные двери. Мы просто зашли. Эскалаторы. Чего там у нас? Чего там у нас? Вот здесь двухэтажное что-то. Вот. Так, ищем наш поезд. Но мы рано приехали. 302. Да. Минск-Катлер. Да. Большой вокзал. Хочу вам сказать, мы спустились по эскалатору вниз. Куча всяких выходов и платформ. Нужно еще найти свою. Ну, побольше, чем у нас в Ростове, однозначно. Даже не знаю, во сколько раз. Проходим очень-очень длинный туннель. Уже прошли много. Ищем наш одиннадцатый путь. Первое, что уже не каев, это то, что здесь лестницы, чтобы подняться на путь. Вот я бы одна здесь не поднялась. Здесь нет, ну, чтобы катить колесики, понимаете? Вот так вот, по-любому просить кого-то надо было. Хорошо меня провожают? Ну и все, вот. Пятый вагон мой. Такой синий поезд. Предпоследний мой купе. Не было СВ. Ой, надеюсь, мы будем там одни. А вот мы зашли, мы спустились просто там за очень, за час где-то, за полтора, опускают за полчаса. Короче, мы замерзли, он у меня опять рот не разговаривает. И пришли в зал ожидания на третий этаж. Здесь так красиво. Как будто в комнату зашли, как будто это не полы, а как будто это ковер. Пойдемте покажу. Мне очень нравится. Мне напоминает этот аэропорт. Вот здесь у нас часы. Стоечка такая. А вот ленька синий. Ну, прям тоже красиво. Там вон время показывает. Короче, мне это нравится. Цветы кругом. На курорт как будто едем. Сейчас надо кофейку взять, присесть и в туалет сходить. О, посмотрим, что за туалет еще здесь. Маш, пойдем посмотрим, что за туалет здесь и кофе возьмем. Мы спустились на второй этаж. Ленди здесь вот такое ожидание. А вот, вот это вид очень красиво. Вот это мне нравится. Ой, сейчас сфоткаюсь в инстаграм. Слушайте, мне нравится вокзал. Он реально приятные ощущения вызывает. Такие еда везде. Везде вот весь он сделан вот с такими окнами. Прозрачные. Смотрите, как красиво. Вот так вот нужно снимать видео начинающим блогерам. Вот просто перед окном. Вы видите, как свет красивый. И не нужно профессионального. Единственное, что... Профессионального света, я имею в виду. Единственное, что, конечно, вы будете зависеть от света дневного. Дневного, только днем снимать. Вот. Какая тут аллея. Малявочка вон параллельно снимает. Влог, как провожает меня. Машинка. Видите? Блин, реально красиво. А там эскалаторы. А тут окна. Ну реально крутой вокзал. Я не видела еще таких. Но туалет здесь большой достаточно. Куча умывалок. Единственное, что у нас все туалетные бумаги. Какие-то коричневые салфеточки на входе. Нужно взять, если ты забыл, нужно вернуться. Платный туалет. Находится он аж внизу. Что нужно бежать до него. И... А смывается он сам, что плюс. И это... Такое. Ну, знаете, туалет, короче, там ножками становиться надо. Ну, то есть не залазить, а вот он прям такой. Вот так я одета. Уже ничего так смотреть. Особенно в туалете. Всегда хороший вид. Все, бежим уже без двадцати. Вот мы и сели в поезд. Сынок, обрызничает. То ноги в рот сует, то соски выплевывает. Не ест ничего. Как всегда, она на новом месте. Вот. Поезд мне не нравится, потому что туалет здесь закрывают. На остановку. Расставляйтесь с ребенком. Это вообще нереально. И... Естественно, купе. Ну, никого нет. Кстати. Ну, с нами едет только женщина одна. Но она через три часа уже выйдет. И... Надеюсь, никто не приедет к нам, не подселится. Особенно какой-то мужик. Ну, я думаю, что здесь, наверное, так нет, да? Наверное. Не подселится. Сына, сиди. Сиди. Вот. Что еще хотела сказать. За это время пока снимаю влог. Я же выходила в прямой эфир в инстаграм. Три раза. Так что кто еще не зарегистрирован в инстаграме и не подписан на меня. Идите. И вы увидите меня. Я буду снимать часто. И вы сможете вот так вот прям без подготовки задать мне любые провокационные вопросы. А я на них либо отвечу, либо нет. Ну, как всегда. Или уйду от ответа. Так что все. В общем, мы укладываемся. Попозже. Попозже еще что-нибудь сниму. Носок. В кадре. Ой, как хорошо, что можно не переживать за фон, когда едешь. Хотела что сказать. Что сейчас я пью чай. Обычно черный чай. Лимона нет у них, как всегда. Туалет. Закрыл на остановках. И вот такие вот Маша купила белорусские печенюшки. Из Витебска. Хлеба что-то там такое. Сердечко. Сейчас покажу. Они такие классные. Видали, да? С двух сторон даже. Вкусные песочные печенья. И еще, кстати. Я сниму, наверное, отдельно. Потому что они очень вкусные штуки. Приготовила Маша. Типа шаурмы, короче. Только домашние. С курочкой. Картошка. Там огурчик. Помидорчик. Соус какой-то. Блин. Я с утра съела, позавтракала. А там с собой две еще завернула. Я сейчас схомячила прям за обе щеки. Я думаю, что я у нее еще подробно все расспрошу. И мы с вами приготовим вместе. Я думаю, вам тоже понравится такая штука. А главное, полезно же все, да? В лаваше. Это не шаурма, которая там непонятно, что кладут. Итак, мы совсем другой свет, да? Такие. Ух, тени. Вот. И зафигачила тут дует. Реально. Я зафигачила. Никого нет. Слава богу. Монтирую видео здесь. Всякие наши соски, приспособы. Всякие для сыночки моего. Вот. Мы вдвоем поспали, проснулись, поели, переоделись. В общем-то. Фух. Реально, надеюсь, никто не подсядет. Тут все просто вот. Вторая койка вся просто залита, забита всякими вещами. В туалет, кстати, спрашивали, как я хожу. Я в прямой трансляции говорила в инстаграме. Оставляю. Вот была я женщина здесь. Я вот пару раз сбегала на две минутки. Вот, и оставляла маленького. Сейчас не знаю, как буду. Буду терпеть. Здесь эта цена раскастлился. Что ты раскастлился? А? Ты что? Надеюсь, у тебя ничего там серьезного. А еще, о, ужас, блин. Здесь нет розеток. Реально, это старый-старый вот такой вот поезд, в котором я уже 300 тысяч лет не ездила вообще. Здесь на остановках закрывают туалет. Я, может, уже говорила об этом. И там вот такое все железное, как давно-давно, знаете. Ну, во всяком случае, чисто. Что чисто, то чисто. Там прям серебро все сверкает. Металл. Скорее бы домой. Вот этот поезд мне не нравится. Родные мои, я приехала на улице пипец. Какой мороз. У меня просто... Мама чистила полчаса машину, пока я там не занималась делами, малышом. Я вышла, а оказывается, у меня не открываются боковые зеркала. Просто я сейчас, ну, по-любому, горячей водой впервые вообще воспользовалась. Полила на горячую воду. Просто трэш. Ах, холод. Малой немножечко у меня вот простыл. Но это не мудрено. При такой вот погоде и всех этих условиях в поезде, как мы ехали. В общем, сейчас еду за лекарствами. Приходил доктор на дом. Мы позвонили. Она сразу же после работы пришла. Вообще, хорошая доктор у нас. В общем, сказала, ну, как бы, пока ничего у нас такого прям серьезного. Да, и надо просто быстренько там капельки в носик. Сиропчик от кашля. В общем, вот так вот. Быстренько. Температуры, слава богу, нет. Ничего нет. Ой, хочу вообще вам снять на самом деле такой опыт. Хочу вам снять отдельное видео. Трудно дышать, поэтому через рот параллельно. Нос. Вообще, все вместе. Хочу снять вам отдельное видео. Именно вот с малышом. Поездки вообще. Что нужно учесть. И, в общем, какие препятствия на пути могут возникнуть. Если вам интересно, вы напишите мне в комментариях, что интересно. И я внесу это в список своих видео. Может, я и так внесу это в список. Но, в общем, я это сделаю быстрее, если вы напишите. И что еще хотела сказать. Ну, все. Сейчас я еду быстренько. Аптека, почта, магазин, продукты. И бегом к своему малышу. С ним сейчас мама. Я с вами прощаюсь. Так как мы приехали. Ну, и все. Все впереди. Самое новое и интересное осталось. Все. Пока. Целую. И увидимся в прямом эфире в Инстаграм. Пока.